Мы находимся на первом этапе РДС Запад, который в этом году принимает подмосковный ADM Raceway. По новому регламенту, чтобы пройти основной гран-при российской дрифт-серии, нужно проявить себя и зайти на тумбочку младших серий. Российская дрифт-серия давно вышла за рамки внутрироссийских соревнований, поэтому пришло время ужесточить отбор в состав участников основного чемпионата РДС-GP. Благо, есть младшие серии – РДС Восток, Сибирь, Юг и Запад. Пилоты, занявшие здесь призовые места, смогут пополнить золотой фонд основной дрифт-серии. Совершенствовать свои навыки начинающие дрифтеры смогут соревнуясь с профессионалами из гран-при, которым не возбраняется принимать участие и в младших сериях. Критерии попадания в гран-при РДС – это не победить на этапе, а это занять призовое место по итогам чемпионата. Для этого нужно весь этот чемпионат проехать, как минимум. Потому что если ты хоть один этап пропустишь, то шансов оказаться в тройке, я думаю, что у тебя минимум. До тренировочных сессий и квалификации после всех технических инспекций было допущено 34 участника. Упрощенные в этом году технические требования привлекли множество новых пилотов и вернули старожилов на дрифт-сцену Центральной России. В первую очередь я начинаю понимать, как ориентироваться по трассе. Не ехать на площадке, где нет зон вылета, то есть где ты не боишься ошибиться, а здесь нужно строить траекторию по трассе. Это самое сложное, то, что мне тяжелее всего давалось. Третье место завоевала пилотесса из Екатеринбурга – Екатерина Набойченко на Тойоте. Серебро досталось москвичу Денису Мигалю на BMW M3 E46. А золото взял пилот из Владивостока Илья Федоров на Ниссане Сильвии С-13. Следующий этап РДС Запад состоится 5-6 июля в Нижнем Новгороде.